Beelink Gemini T45, мини-компьютер на канале Технозон, поехали! Привет, это Технозон! Сегодня у нас на обзоре Beelink Gemini T45, и это прикольный мини-компьютер. И те, кто давным-давно на моем канале, сразу увидели сходство с Beelink GT King Pro смартовым боксом на Amlogic S922X процессоре. Да, это практически тот же самый корпус, абсолютно тот же самый, у него даже спереди такая панель Connection, или Connected, не, Connect to a Wonderful Life. Вот так вот они коннектятся с хорошей жизнью, с прекрасной жизнью. Сам по себе мини-компьютер не имеет активного охлаждения, там есть только лишь пластина радиатора, но все это дело рассеивается на верхнюю крышку. Достаточно удачное решение. Что мы имеем внутри? Мы имеем с вами Intel Pentium J4205 и видеоускоритель Intel HD Graphics 505. 8 гигабайт оперативной памяти, которая работает на частоте 2133 мегерца. Мы имеем 512 гигабайт хранилища в виде SSD. Распаянного или нет, не скажу, разобрать его достаточно сложно. У нас есть с вами 4 порта USB 3.0. У нас есть с вами 2 HDMI, есть возможность подключения двух мониторов одновременно. У нас есть 5 гигагерц Wi-Fi, который дает около 150 мегабит на загрузку. Я уверен, что больше, просто у нас была загружена сеть. И есть Lanar J45, который дает до 850 мегабит на загрузку и 800 на выгрузку. А также есть 2.4 гигагерца, которые дают повыше, чем 50 мегабит на загрузку. Я вам скажу, достаточно неплохие показатели. Плюс у него есть транскодирование звука Dolby TrueHD и DTS HD Hi-Res. Это позволяет смотреть фильмы, скажем так, с транскодированием звука высокого качества. Ну, конечно же, при наличии у вас ресивера, либо телевизора, который может это декодировать. Проверяли это мы все на ресивере Harman Kardon через HDMI Beat Street. Также у нас эта коробочка интересна тем, что мы на ней играли в GeForce Now игры. То есть, по сути, у нее очень низкая цена. Когда вы пройдете по ссылке в описании под видео и увидите цену, вы не поверите своим глазам. Они сэкономили на активном охлаждении и сделали охлаждение через крышку, но при этом он достаточно стабильно работает. Он декодирует 4К и классно работает для этого самого GeForce Now. То есть, вы купили дешевый мини-компьютер, вы загрузили GeForce Now, купили подписку на gfn.ru и играете в самые крутые игры, которые вы можете себе представить из Steam, из Blizzard, из той коллекции, которую предоставляет сам по себе GFN. И это круто. Вы можете поиграть в PUBG полноценный, вы можете поиграть в Metro Exodus. Я покажу вам видео, как я играю в Lara Croft и играю в StarCraft 2. Также я поиграл в танчики, посмотрел 4К YouTube, посмотрел торренты онлайн. Кстати, это все возможно, и можно поработать с офисными приложениями. Также у него сзади есть крепление для того, чтобы повесить этот самый мини-компьютер, скажем так, на монитор или на телевизор. Ему, вот на мое мнение, он слишком горячий, когда работает, ему не хватает активного охлаждения. Но у меня не было проблем с его эксплуатацией. Он как бы не тротлил, не зависал. Максимальная частота процессора, которую я лично видел, он достигал в Turbo Boost до 2,5 ГГц. Потому что базовая частота процессора Intel Pentium, который здесь стоит, это 1,5 ГГц, как заявляет производитель. Но максимальная частота, которую я видел своими глазами, 2,5. 2,55 даже. Ну и еще одно преимущество за столь низкую цену, это лицензионный Windows 10 Pro. Да, он активирован, да, это оригинальный Windows 10 Pro, который не нужно реактивировать, он действительно лицензионный. Что есть у нас в комплекте? В комплекте у нас есть блок питания. Ну, во-первых, это коробочка вот такая вот синенькая. Я уже распаковки по своему, скажем так, по опыту уже показывать не буду. Ну, то есть это коробочка синенькая. Сзади у нас написаны спецификации, что это там Intel Apollo Lake Pentium, Intel HD Graphics, 5 ГГц Wi-Fi, аудиоджек, кстати. Да, 3,5 у нас есть выход для подключения какой-нибудь колонок обычно компьютерных подключают через 3,5. Коробочка достаточно качественно сделана. Она сама по себе вот эта штука классно сделана, она полностью металлическая, забыл сказать. Вот полный металл, цельно выточенный корпус. Есть у нас крепление сзади для монитора, есть винтики крепления, есть у нас один кабель HDMI, есть у нас еще короткий для закрепленной сзади. Потому что у нас ничего нет, кроме блока питания на 12 вольт. Сейчас скажу, сколько миллиампер. 12 вольт, полторы тысячи миллиампер. Это тоже, в принципе, нормальный блок питания для такого мини-компьютера. И на этой штуке вы можете играть и смотреть 4К-контент. К тому же, вы можете смотреть Netflix вплоть до Dolby Atmos. Он это дело пробрасывает. К сожалению, мы не можем показывать Netflix на мини-компах. У меня рекордер рубит защиту. То есть, включается HDCP-защита и рекордер отключается. Это плохо, я не могу показать, как он работает, но он работает отлично. Можете мне здесь поверить на слово. Основное преимущество цена, потому что действительно сделали нечто стоящее и с очень низкой ценой. Как я уже говорил, ссылку положу в описании под видео. И перед тем, как мы перейдем к обзору, детальному обзору этого смарт-эвэ-бокса, это мини-компьютер. А знаете, в чем еще отличие от других мини-компов, которые я видел? Это в том, что у него полноценный BIOS American Megatrends. Вот так вот. Да, он там есть. Ну и, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие обзоры смарт-эвэ-боксов, девайсов, гаджетов, мини-компьютеров, дронов, видеокарт, всего-всего-всего, очень много будет. А также не пропустить розыгрыш и ценных призов и подарков. Ссылки на очередной розыгрыш лежат в описании под видео, по крайней мере, одна ссылка. Ну и под видео лежит ссылка на наш второй канал. Ну а сейчас я беру этот Beelink Gemini T45 и говорю вам хавабанга, ребят. Это же бубульгуми, поехали. Начнем мы, конечно же, с BIOS. Да, этот мини-компьютер Beelink Gemini T45 имеет полноценный BIOS American Megatrends. Как мы видим здесь, BIOS Information American Megatrends, вендор, ввершин, есть версия, есть у нас адсес левого администратора. Да ладно, CPU Information, это Intel Pentium CPU J4205 с базовой частотой 1.5 ГГц. До скольки он разгоняется, мы с вами посмотрим дальше. У нас есть 8 ГБ оперативной памяти, которая работает на частоте 2133 МГц, отлично. Поехали, что у нас здесь есть еще? Ну, стандартные настройки ACPI, различные настройки CPU, есть CPU Power Management. В принципе, такой себе, я вам скажу, не самый крутой BIOS, но поднастроить ваш мини-компьютер вы тоже здесь можете. Также у нас есть чипсет, это 4, у нас получается 4, скорее всего, не распаяны. Я не буду его разбирать, он неразборный, это распаянная память на материнской плате. Да, ну так и есть. Также у нас стоит 512 ГБ в Boot Manager. В принципе, вот и весь BIOS. Но так как здесь есть EFI, то вы можете пробовать загрузить сюда еще чего-то, например, там, какой-нибудь Linux. И это, в принципе, реально для этого мини-компьютера. Что ж, будем переходить к самому Windows 10, который здесь предустановлен, и тестировать уже дальше. Ну, загрузился наш Windows, давайте, во-первых, посмотрим, лицензионная ли здесь Windows 10. Сейчас мы зайдем с вами в свойства. И мы видим, что Bering Gemini T45, Intel Pentium G4205, 1.5 ГГц процессор, 8 ГБ оперативной памяти. И у нас Windows активировано. То есть мы с вами имеем лицензионную Windows 10. При этом еще и Windows 10 Pro. Это хорошо. То есть АЗВ побеспокоился о нас. У нас здесь стоит видеоадаптер Intel HD Graphics. По-моему, это даже 505. Не скажу точно, не обозначено. 4 ядра процессоров. Кстати, давайте зайдем, посмотрим. Все-таки попробуем достичь какой-то максимальной частоты со временем. И посмотрим, что у нас будет показывать в Turbo Boost. Производительность... Ну, вот сейчас он работает в 2.37, 2.51. То есть максимально 2.51. Я не обращаю внимания на то, что заявляет 2.53. На то, что заявляет сам производитель. Я всегда оцениваю фактическую максимальную скорость, которую я вижу на экране. То есть на текущий момент это 2.53, 2.55 было. 2.54. Поэтому будем оценивать дальше. Что у нас из диска? Мне необходимо. Это SSD 512 ГБ. Не написано какой SSD. Ну, да в принципе, я так понимаю, что как во всех белинках, это АЗВ SSD. Потому что они сами производят эти самые SSD диски. Если уж мы с вами коснулись SSD диска, то мы обязательно должны протестировать скорость этого самого SSD диска. Поехали. Все тесты по 1 ГБ в МБ в секунду. Поехали, проверим. И я скажу вам, по скоростям чтения и записи в МБ в секунду, это далеко не самый плохой SSD диск. А намного лучше, чем, скажем так, даже средние модели. Но это тоже не столь суть важно. Ведь мы же оцениваем не циферки, мы оцениваем реальные какие-то показатели. И следующим тестом у нас будет проверка сетевых возможностей. Сейчас он подключен к 5 ГГцовому Wi-Fi на нашем Tendo IC10 с прошивкой Hugo. Для 5 ГГц он показывает отнюдь неплохие результаты. Это он стартовал с 230 и сейчас держится на уровне 150 МБ в секунду на загрузку. Отличный показатель, скажу я вам, именно для компьютера. И на выгрузку 230-240, ну, скорее всего, загрузка тоже выше. Просто сейчас нагруженный день, рабочий день, и я думаю, что что-то от что-то довлияет у нас на загрузку. Но на выгрузку это 240 МБ. Давайте проверим 2.4 ГГц, нажимаем начать. Для 2.4 это результаты выше среднего, выше 50 МБ на загрузку. И в районе 40 МБ, возможно, даже немножечко больше на выгрузку. Я считаю, это очень отличные показатели. Обязательно сейчас подключим Lanner G45, когда закончит тестировать 2.4 ГГц, для того, чтобы понимать, насколько здесь рабочий и хорош порт именно вот этот вот Lanner G45 на 1000 МБ. Он, кстати, 1000 МБ. Должна включиться у нас индикация Lanner G45. Поехали. Ну, здесь у меня вообще вопросов нет. 800, 30, 800, 40, 850. Скачущий показатель, но это не меньше 800 МБ на загрузку. Само собой, вы должны понимать, что у вас должен быть такой интернет в 800 МБ, чтобы это показало такие цифры. И те же самые 800 МБ на выгрузку. По сетевым возможностям данная приставочка очень даже ничего. Давайте проверять браузинг через Google Chrome. А мы знаем, что Google Chrome достаточно тяжелый браузер. И начнем мы с проигрывания YouTube 4K, потому что они заявились, что YouTube 4K в данной приставке есть. И мы это тоже с вами обязаны проверить. Давайте, 4K GeoPlaces. Это наш тестовый канал с видео по дронам. И включаем любое видео. Давайте, 4K яхты я снимал. Пропускаем заставку. Открываем на полный экран. И выберем обязательно 4K. Вот, давайте. 2160 4K. Ну, здесь у меня вообще претензий нет. Реально претензий нет. YouTube работает просто идеально. 4K тащит как за милую душу. Без дропов, без ничего. То есть, я визуально вижу абсолютно четкую, ровную картинку. Кстати, это видео снимал лично я в Днепропетровске. Вернее, бывший город Днепропетровск, город Днепр. Это бреющий полет над водой был на дроне. Достаточно тяжелое видео было для съемки. Ну, с YouTube-ом-то все понятно. Давайте с вами открывать много вкладочек и смотреть, как это все будет работать. Поехали. Откроем здесь какие-нибудь новости обязательно. Давайте новости дня. Откроем еще. Routube тоже необходимо открыть. Так, новости у нас уже загрузились. Новости загрузились. Routube откроем. Давайте еще на отдельном браузере. Пусть будет открыт Routube. Откроем еще. Давайте откроем этих вкладок штук. Наверное, из 10. И на одном из них откроем еще какой-нибудь Vimeo. Давайте откроем новостной сайт еще какой-то. Откроем еще с вами сайт Microsoft. Давайте Microsoft official новости. Vimeo. Так, здесь мы включим YouTube. Пускай проигрывает. Так, так, так. Еще что-то откроем. Давайте Routreaker. Слушайте, ну, открывает. Здесь проигрывает. Здесь открывает. Хотя, я подозреваю, что, конечно, там, где проигрывает, ставит на паузу. Вот, есть такое подозревание. Откроем. И нет, проигрывает. Ну, вообще, звук я слышу. Поэтому, какая пауза. Ребята, по браузингу у меня, как бы, вообще вопросов нет. То есть, мы можем с вами, ну, там, зайдем в Facebook. Конечно, он весь не загрузится. Нужно авторизироваться. Ну, работает отлично. То есть, браузер у нас загружает все просто идеально. Давайте посмотрим на загрузку памяти и на загрузку процессора. В текущий момент очень интересно. Все-таки мы с вами должны вычислить максимальную частоту процессора. фактическую. Ну, он все равно не доходит. То есть, 2.43, он у нас сейчас загружено, проигрывается видео в YouTube, и у нас загрузка 52%. Память загружена меньше, чем наполовину. Ну, все мы знаем, что Google Chrome действительно прожорливает. Ну, попробуем закрыть Google Chrome. Здесь у нас еще YouTube висит. И откроем в состоянии простое нашу опять панель в диспетчере задач производительность. Вот это вот важное. Память у нас упала до 2 гигабайт. И, само собой, центральный процессор тоже сейчас нагрузка упадет. Ну, кстати, 2.5, 2.55 доходит в Turbo Boost. Слушайте, ну, ничем не нравится. Также у нас есть Knit Office. По крайней мере, он устанавливается бесплатно в маркете. Для Windows 10, к тому же лицензионного, я вообще рекомендую использовать Microsoft аккаунт для того, чтобы иметь доступ к этому самому маркету Microsoft. У нас загрузился Knit Office. Откроем таблицу, потому что, ну, как бы с текстовыми документами может каждый процессор справляться, да, в принципе, как с таблицами. Таблицы, то есть, увы, здесь не ограничены никакими возможностями работы с офисом. Вы можете работать с офисом абсолютно с любыми таблицами. Мы сейчас вот растянем это все побольше и поехали вниз. И на пару тысяч строк так уж точно, чтобы понимать, насколько у нас хватит производительности компьютера для больших таблиц. Ну вот, таблица, пускай у нас будет больше, чем на пять тысяч строк. И все у нас заполнило отлично, больше, чем на пять тысяч строк. Заняло это всего лишь пару секунд. Поэтому с тяжелыми документами вы можете тоже здесь работать. Что касаемо мультимедийных возможностей. Нет, мы будем потом оценивать. Поехали проверять. С вами у нас подключена флешечка. Поехали проверим с вами тестовые ролики. В этом процессоре есть аппаратное декодирование H.265 кодека. Это значит, что вы можете смотреть абсолютно любые фильмы. Вот мы запускаем 120 Mbps, 4K, Ultra HD, H.265 кодек. Это значит, что вы можете смотреть абсолютно любые фильмы, которые вы скачали из интернета. То есть торренты онлайн. То есть сейчас проигрывается 265 кодек, но он проигрывается с флешки. Это не совсем правильно, конечно, так тестировать. По-хорошему это нужно тестировать с того самого SSD. Давайте скопируем на рабочий стол фалик. Вы видели скорость копирования? Красота. И запускаем этот самый файл Jellyfish с SSD и проверяем, как оно работает на самом SSD. Для того, чтобы мы оценили с вами возможность проигрывания классных фильмов H.265 кодеки. Это все работает просто идеально. Поэтому мы это выключаем. Мы это выключаем. Можем проиграть какие-нибудь тестовые 4K ролики, которые у нас записаны на нашу флешку. Здесь у нас тоже никаких вопросов нет и все декодируется еще LG Barcelona. Запустим Ultra HD 4K. Вообще проигрывается просто огонь. Просто огонь и у меня вопросов нет. Но хочется еще проверить с вами, как здесь проигрывает 5.1 звук. Само собой 5.1 звук мы получаем через Keylight Code Pack с помощью Media Player Classic. DTS у нас работает. Включаем DTS HD Hi-Res. Пробуем. И он транскодируется. Здесь есть DTS HD Hi-Res. Это хорошо. Пробуем Dolby Digital Plus. И здесь у нас, ну, переключит. Да, Dolby Digital Plus заработал. Также мы пробуем с вами Dolby True HD. Это тоже немаловажный момент. Поехали. Давай, 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 давай. Покажи, что ты умеешь. И он умеет Dolby True HD. Это хорошие новости. По мультимедийным возможностям он действительно топит. По остальным мультимедийкам. Такие программы, как FS Client, работают вообще без нареканий. Вот мы запустим с вами любой фильм. Нажимаем смотреть. Ищем во всех источниках. И будем с вами сейчас посмотреть, что у нас есть. А вот есть дубляж. Пифагор какой-то. Не знаю, сейчас попробуем. И все у нас пошло. Тоже без проблем. Можем перемотать этот фильм. Ну, класс. Поэтому мультимедийный через FS Client отлично. Нужно попробовать обязательно еще и IPTV через OTT Player. Какой-нибудь HD-канальчик. Опускаемся и включаем первый попавшийся HD-канал. Так, здесь технические проблемы на канале. Ладно. А вот есть сериал Ultra HD. Вот Ultra HD-канал декодирует и воспроизводит Ultra HD-канал IPTV. Ну, если уж Ultra HD-канал декодирует, то я думаю, вот еще один канал плюс 4K. Сейчас XI плюс HD пробуем. Ой-ой-ой, вёлки-палки. Я не знал, что это за канал. Здесь есть и Hustler HD. Твою ж налево. Ой, что-то у меня здесь такого записано. Короче, IPTV работает. Людят, веселые каналы, да. Попались у меня в плейлисте. Насчет MeGoGo это тоже работает. Запустим любой фильм. Давайте. Нажимаем Play. Ну, здесь как бы вообще-то я включил Мосфильмовский фильм. Все работает. Все работает. Поэтому тоже вопросов нет. Так же, как и с Netflix. Netflix тоже здесь будет работать в максимальном качестве. Я его, к сожалению, воспроизвести не смогу. Он включит в защиту моего рекордера. И, в принципе, мать его уже включил и отключил мой рекордер. Поэтому придется рестартовать. Ну и остается нам проверить с вами торренты 4K онлайн. Это тоже нам необходимо проверить. Насколько он вообще торренты онлайн проигрывает. Проигрывать мы это все будем делать через коди. Будем использовать Elementum. Выберем какой-нибудь фильм. Желательно, чтобы он был в тренде. Еще и в 4K попробуем. Давайте Joker тот же самый. Ну, не знаю, насчет 4K вытянет или нет. Но 1080p попробуем проиграть какой-нибудь торрент онлайн. Поехали. Кстати, это торрент в H265 кодике. Ждем, ждем, ждем. Честно вам скажу, не хватает мне активного охлаждения под этот мини-компьютер. Все-таки он сверху, несмотря на то, что крышка металлическая, он рассеивает тепло достаточно эффективно. Он тепловат. Кстати, торрент пошел. Мне интересно, насколько он работает в проброс. Dolby Digital заработал. Поэтому с торрентом у нас здесь тоже проблем нет. Вы сможете на таком мини-компьютере смотреть торренты онлайн через коди, Elementum. Видео по настройкам есть на канале. Он воспроизводит. Также мы можем с вами попробовать на нем поиграть. Вот во что поиграть? Ну, мы на каждом мини-компьютере играем в какие-то игры. В GeForce Now мы загрузим Tomb Raider и давайте сыграем. Вообще, такие мини-компы очень круто сейчас подходят для того, чтобы играть в GeForce Now игры. То есть, они стоят недорого, а позволяют играть на GeForce Now. Здесь хорошие сетевые модули, в частности, Lana J45. И позволяют играть в достаточно крутые игры. Ну, мы сейчас в этом убедитесь. Tomb Raider загрузился. Мы выбираем сразу же играть. И играть мы здесь можем с помощью клавиатуры и мышки. Это намного удобнее, чем на геймпаде. Так, нажимаем продолжить. У меня есть уже сохраненная игра. И мы играем с вами на мини-компьютере Beelink Gemini T45. В GeForce Now игры, в данном случае в Lara Croft. При этом, на этом вы можете играть спокойно в StarCraft 2, в Diablo 3, в Hearthstone. Тоже без каких-либо проблем, ограничений. И я думаю, что и в Fortnite можно поиграть. И в PUBG полный через тот же самый GeForce Now игры. Через те же самые. Как вы видите, сейчас, если мы нажмем, что у нас здесь можно сделать? Е, чтобы зажечь факел. Ну, давай, зажигай факел. Давай. Ой, я не то нажал. Давай, 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 зажигай факел. Суперова. Ребят, на самом деле, это действительно работает очень и очень круто. Сейчас мы с вами подожжем еще одну штучку. Давай, поджигаем. Да, все загорелось. И все, все, все отлично. Мне нравится. Поэтому мы выходим. Давайте нажмем Alt F4. Конечно же, нажмем выход. Под GeForce Now играм у нас вопросов нет. Давайте попробуем, может быть, Blizzard. Авторизуемся. Конечно же, он попросит код безопасности через имейл. И пусть он лучше это делает. И, о чудо. Давайте StarCraft 2 сразу же пробуем. Такое потяжелее. Чтобы мы понимали, что мы на Beelink Gemini T45 сможем поиграть. Ну, в StarCraft 2. И, о чудо. Я играю в StarCraft 2 на Beelink Gemini T. Достаточно слабый компьютер для самой игры StarCraft 2. Но достаточно сильный для того, чтобы запилить на нем GeForce Now комп в клиент, скажем так. И играть беспрепятственно в эти игры. То есть, вы купили компьютер за 100 с мелочью баксов. И спокойненько играете в тяжелые игры с помощью GFN.ru. Даже если вы будете платить за стриминг, то, поверьте, это будет дешевле, чем покупать мега крутой компьютер. То есть, вы можете обходиться вот такими вот путями. Путями и возможностями поиграть в крутые игры без супервложений. Все это работает просто идеально и прелестно. Давайте сейчас зашпилим здесь тех, кто в нас стреляет. Не очень люблю. Кстати, очень люблю за протасов играть. Я эту кампанию проходил уже очень много раз. Ну, так показываю теперь в играх, как тестовую. Все супер, выходим, ребят. Не будем тратить уже время. Последняя дисциплина, которая у нас есть, это, блин, World of Tanks Blitz. И то я его показываю только за то, чтобы показать, что данный мини-компьютер может удовлетворить возможностям этого самого, скажем так, гейминга. Да, даже того же World of Tanks Blitz. Это, в принципе, игра, которая не стримится. Она работает на самом компьютере. Ну, поехали в бой. У нас стартовых 47 FPS. Это средние настройки, 40 FPS. И, в принципе, беспрепятственно мы можем играть на этом мини-компьютере. Мне нравится. По крайней мере, мне очень сильно нравится. Поэтому, что я могу сказать. Сейчас мы быстренько сольемся. И идем, резюмируем данное видео. В принципе, за свои деньги, 8 на 512, да, без активного охлаждения. Но, я думаю, купить 120-мм вентилятор и кинуть под низ, ну, любой сможет. Ой, я думал, это кто-то уже там на меня охотится. Кого-то мы сзади объехали. И сейчас мы тебе, па-бам, и не попали. Ха-ха, Акела промахнулся, как всегда, моя любимая фраза. Ну, вот такой вот я стрелок, мега суперский. Давайте уже, сливайте меня. Я не хочу на это смотреть. Это больно. Ну, мы тоже в него попали. 347. Дали ему дрозда, скажем так. Ну, давай, выезжаем, выезжаем. Куда ты из третьей ломишься, а? Вот не стыдно тебе себя так плохо вести? Давай, еще одного прорядим. Ну, вообще тоже. Никого мы не пролетели, но уже можно идти резюмировать наше видео. Ох, ох, ох. Нелегкое дело делать выводы о мини-компьютерах. Но, еще одним плюсом могу сказать лицензионный Windows 10. Windows 10 Pro. Это, кстати, очень немаловажно. Потому что лицензия Windows стоит дорого. Покупая коробку за чуть больше, чем 100 долларов, вы получаете еще и лицензию Windows. И плюс Intel Pentium процессор 8 на 512. Как-то так уж интересно получается. Поэтому канал TechnoZone однозначно рекомендует этот мини-компьютер для тех, кто ищет именно компьютер для мультимедиа, работы и каких-нибудь незатейливых развлечений типа GeForce Now. Ну, и если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале TechnoZone. Пока. Продолжение следует...